Веб-сервер 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 Фактически Apache это универсальный интернет-комбайн, у которого огромное количество функций И кроме этого это наиболее распространенный на сегодняшний день веб-сервер Под управлением Apache работает около 60% серверов в сети интернет Второй веб-сервер, который хотелось бы представить, это Nginx Nginx это относительно молодой сервер, разработанный Игорем Сысоевым Отличительной особенностью Nginx является его быстрота и надежность Nginx также сейчас уже довольно функциональный сервер, но при этом он остается крайне легковесным И за свою скорость и надежность он пользуется большой популярностью Это наиболее, так скажем, быстрорастущий по количеству использований сервер в сети интернет сегодня У Nginx есть аналог LiteTPD, на нем останавливаться не будем Ну, если Nginx и Apache LiteTPD представляют Unix сервера То с стороны Microsoft фактически большого разнообразия не наблюдается Есть Internet Information Service, который, соответственно, работает в инфраструктуре Microsoft Его мы касаться не будем вообще Мы будем в первую очередь говорить про Unix сервера и в большей части про верхние два То есть про Nginx и Apache Предполагается, что вы как пользователь Linux системы можете самостоятельно установить себе веб-сервер И это сделали Допустим, у нас имеется веб-сервер, мы хотим его каким-то образом запустить и начать с ним работать В Linux веб-сервер в Unix является демоном Что такое демон? Демон, как вы знаете, это программа, которая не связана с консолью Либо с графическим интерфейсом машины, на которой она работает Это программа, которая висит в памяти постоянно Она запускается, висит в памяти и обрабатывает данные, которые в большинстве случаев приходят по сети То есть через какой-то сокет Соответственно, веб-сервера также являются демонами И как все демоны, они запускаются с помощью init-скрипта Здесь проведена команда Каким образом можно запустить Nginx Эта команда может меняться в зависимости от операционной системы Разновидности Linux, на которой у вас установлен Nginx Но, скорее всего, такая команда будет работать Тут следует сказать про запуск различных демонов вообще Каждый демон, он запускается по-своему То есть у него есть свой набор опций, команды, строки, переменных окружений Которые ему нужны По функционалу и по возможностям они немножко разные Чтобы администратору системы не возиться со всем этим разнообразием Разработчики, точнее не разработчики, а те, кто оформляет пакет для операционной системы Включают так называемые init-скрипты Init-скрипт это программа на языке командного интерпретатора То есть shell-скрипт В этом скрипте как раз указано, как именно нужно запускать сервис Интерфейс у всех командных, у всех init-скриптов, он очень похожий То есть имя скрипта, старт для запуска, стоп для остановки сервиса Что происходит, когда вы запускаете данный скрипт? Запускается исполняемый код веб-сервера Он читает файл конфигурации У каждого веб-сервера есть файл конфигурации И, как правило, он довольно большой и объемный Это простой текстовый файл, который лежит в директории В директории с конфигами etc Веб-сервер прочитал конфигурацию Если конфигурация неправильная, веб-сервер запускаться не будет вообще То есть он сообщит об ошибке и не запустится Далее В этот момент предполагается, что вы запускаете скрипт от суперпользователя То есть с привилегиями рута Нарисуем решетку здесь Почему это нужно? Веб-сервер должен обрабатывать протокол http То есть он должен открыть и прослушивать порт номер 80 Мы говорили, что порты ниже 1024 требуют привилегий суперпользователя Поэтому, чтобы веб-сервер смог прослушивать 80-й порт Он должен запускаться с привилегиями суперпользователя Далее Веб-сервер пишет логи Логи — это текстовые файлы, в которых отображается ход его работы В частности, сообщения об ошибках Эти логи находятся в директориях И, как правило, в хороших системах они доступны для чтения только суперпользователям Чтобы кто угодно не мог получить из них какую-то важную информацию Поэтому для открытия логов тоже нужны привилегии суперпользователя Но дальше веб-сервер понижает привилегии Что это значит? Это значит, что он меняет имя текущего пользователя С суперпользователя на более низкий уровень привилегий Это нужно за тем, чтобы веб-сервер не работал Постоянно не обслуживал запросы от лица суперпользователя Потому что если в нем есть какая-то уязвимость Это поставит под угрозу систему Когда привилегии понижены Веб-сервер опционально запускает дочерние процессы Так называемые воркеры Либо потоки Это зависит от конструкции, от архитектуры самого веб-сервера После того, как все потоки запущены Веб-сервер готов к обработке запросов Это таков механизм старта Еще раз повторим Читаем конфигурацию Открываем порт Либо порты Если их несколько Открываем файлы логов Понижаем привилегии Запускаем обработчики Процессы обработчики И приступаем к обработке запросов Давайте посмотрим, какие файлы использует веб-сервер Веб-сервер по сути нужен для дачи файлов Естественно, он работает с диском Когда мы говорим про веб-сервер Мы имеем ввиду, что он работает с следующими файлами Во-первых, это файл конфига Например, для веб-сервера Nginx он находится вот здесь В директории ETC вместе с конфигами остальных серверов Поскольку конфиг большой Обычно конфиг делится на несколько частей То есть конфиг веб-сервер это не один файл А целый набор То есть если вы откроете основной конфиг Вы увидите в нем инструкции Типа include Include это включение Одного файла внутрь другого То есть подстановка Это по аналогии, скажем, с инклудами в языке C Окей, есть конфиг Есть init script, с помощью которого мы запускаем Есть pitfile Что такое pitfile? Дело в том, что после того, как сервер запущен Он отключается полностью от консоли И работает независимо от того, кто его запустил Иногда возникает необходимость остановить веб-сервер Но как его остановить, когда нужно каким-то образом к нему обратиться Для этого используется стандартный механизм Любой демон, который запускается Если он написан правильно При запуске он складывает свой идентификатор процесса То есть pit Pit это идентификатор процесса Номер, порядковый номер процесса Запущенного в системе Linux Он складывает в определенный файл Вот этот файл, он называется pitfile Дальше из этого pitfile можно получить Идентификатор pit веб-сервера И сделать с ним что нужно Например, остановить Кроме этого, веб-сервер открывает файлы логов У веб-сервера есть два принципиально разных лога Это error log И access log В error log содержится сообщение об ошибках веб-сервера В принципе формат error log ничем не определен То есть в зависимости от языка, на котором написан веб-сервер И от ошибки Там может появляться stack trace Просто сообщение об ошибке Либо что-то другое В access log складываются сообщения Про успешно, либо неуспешно обработанные запросы HTTP запросы При этом формат access log задается жестко И этот лог, он доступен для парсинга С помощью каких-то средств обработки Так, мы посмотрели, какие файлы использует веб-сервер За исключением пользовательских файлов Естественно, понятно, что веб-сервер отдает какие-то документы с диска Давайте сейчас рассмотрим, из каких процессов стоит веб-сервер Процессы Имеется в виду процессы операционной системы Которые запущены в работающем веб-сервере Все это довольно специфично для разных конкретных серверов То есть у Apache одни процессы, у Nginx немножко другие Microsoft-овский веб-сервер может совсем по-другому работать Но, в общем, идеология следующая В веб-серверах выделяются два вида процессов Две разновидности Это мастер-процесс и воркеры Мастер-процесс это тот процесс, который фактически вы запускаете Из-за нескрипта Он, как правило, один В его задачи входят чтение конфига Открытие сокетов Необходимых сокетов на прослушивание логов И запуск воркеров После того, как он запустил воркеры Он переходит в режим мониторинга После этого его задача заключается в поддержании правильного количества работающих воркеров При необходимости он добавляет еще воркер-процессов Если они простаивают, он, наоборот, их уменьшает количество Важно, что мастер-процесс работает от рута То есть он сохраняет свои привилегии А воркер-процесс Он запускается уже с пониженными привилегиями То есть он работает от какого-то другого юзера Например, этот пользователь может называться www.data Либо часто его называют nobody Имя пользователя Воркер-процессов может быть несколько От одного до произвольного количества Зависит от модели обработки сетевых соединений Которые использует веб-сервер В задачи процесса воркера входит только одно Это циклическая обработка соединений входящих В некоторых случаях веб-сервере есть дополнительные процессы Например, те, которые следят за очисткой кэша Кэш-менеджера, так называемые Но основные процессы это следующие Это мастер и воркеры, которые непосредственно Обрабатывают сетевые запросы Рассмотрим цикл работы воркер-процесса Мы уже раньше писали простейшие TCP-серверы И видели, что сервер, как правило, работает в цикле Не исключение и веб-сервера А их воркер-процессы, которые обслуживают Сетевые соединения, также работают в цикле Здесь на слайде представлен упрощенный цикл работы воркера Начинается цикл сверху Чтение HTTP-запроса Предполагается, что воркер получил с помощью системного вызова Accept Новое сетевое соединение с каким-то конкретным клиентом Цикл начинается с того, что он читает из этого соединения HTTP-запрос И разбирает его в некоторое внутреннее представление, чтобы с ним можно было удобно работать После того, как HTTP-запрос прочитан Происходит выбор Virtual Host Что такое Virtual Host? Поговорим чуть позже Фактически определяется Некоторая часть конфига, которая отвечает за данный запрос Virtual Host определяется на основе заголовка Host Если мы говорим про HTTP-1 Либо на основе домена, которая есть в урле в HTTP-1.0 После того, как выбран Virtual Host, выбирается так называемый Location Location – это более мелкая часть конфига, которая отвечает за обработку конкретной группы урлов Допустим, Location выбран Location выбран Когда Location выбран, веб-сервер может определить конкретный файл, который следует отдавать Это делается с помощью склеивания урла и определенного пути, который указан внутри Location Это так называемый Document Route Когда мы определили конкретный файл, который мы собираемся отдавать, веб-сервер проверяет права доступа То есть, может ли он отдать этот файл Проверка прав доступа состоит из нескольких частей Во-первых, веб-сервер можно задать определенные правила по IP-адресам Каким клиентам можно отдавать файл, а каким нельзя вообще Это задается в конфиге Во-вторых, можно потребовать авторизацию с помощью логина или пароля Это также задается в конфиге И в конце концов, веб-сервер проверяет просто доступ к файлу на диске То есть, банальный доступ к файловой системе После того, как мы проверили и у нас есть доступ Если доступа нет, мы пропускаем эти стадии Сразу отправляем ответ о том, что доступа нет Ну, допустим, у нас доступ есть Если доступ есть, тогда происходит чтение файла с диска Здесь применяются разные методы Это общие нюансы Мы считаем, что мы считываем файл с диска Применяем различные выходные фильтры Что такое выходные фильтры? Ну, в частности, например, сжатие к zip Либо отправка документа по частям Если документ большой Устанавливаем заголовки ответа Например, контент-тайп Теоретически важный заголовок для браузера После чего После чего у нас есть готовый HTTP ответ Веб-сервер отправляет HTTP ответ Причем, если файл большой Этот ответ может отправляться по частям То есть сначала заголовки, а потом тело файла небольшими кусочками Когда мы отправили файл Производится запись в access.log В access.log записывается различная информация Кому мы отправили файл Какой отправили файл Документ Более правильно говорить документ Какой отправили документ С каким кодом ответа То есть это был 200 ответ Либо документ был не найден 404 И прочая информация После чего Происходит очистка внутренних структур Которые мы выделяли То есть очистка памяти И цикл повторяется Таков цикл Работа воркер процесса Следующее Про что нужно поговорить Это про модульную архитектуру В чем тут дело В принципе веб-сервер можно было написать Как единое целое приложение Но Веб-серверы это достаточно сложный Громоздкий софт И что важнее Они склонны к расширению То есть в протоколе HTTP Очень много разных фич И иногда требуется дописать свои фичи И для того чтобы обеспечить Легкость и простоту Изменения кода веб-сервер Его делают модульным Что это значит Это значит что Внутри веб-сервера выделяется Ядро Ядро сервера отвечает за Чтение Как правило отвечает за Вот вывод данных То есть за чтение запроса За отправку ответа И за парсинг HTTP Заголовков То есть за работу с протоколом HTTP И выделяются модули Модули добавляют Функционал веб-серверу Причем это может быть Самый различный функционал Они могут добавлять его На различных этапах Как это выглядит Модули могут загружаться динамически В некоторых веб-серверах Например в Apache Есть директива Load Module С помощью которой можно загрузить Shared библиотеку То есть Shared Library Либо они могут быть Вкомпилированы в код сервера В случае с Nginx Это так То есть вам необходимо Скомпилировать веб-сервер С поддержкой некоторого модуля После того как модуль Прилинкован Либо скомпилирован Внутри сервера Этот модуль добавляет Дополнительные директивы То есть он добавляет Некоторые опции В конфиг веб-сервера Кроме того Модуль Регистрирует Свои обработчики На этапах Вот этого цикла Рассмотрим Такой пример У нас есть Этап Проверка доступа И у нас есть Разные модули Которые Проверяют доступ Например доступ Можно проверять С помощью Веб-сервера С помощью Radius Специальный Специальный Unix сервер Для проверки доступа Проверку доступа По логину Паролю Можно проверять С помощью Похода В базу MySQL Либо в Postgres В какую-то табличку Проверку можно Осуществлять На основе IP-адреса Представим, что у нас есть Три модуля При старте Веб-сервера Либо при компиляции Зависит от того Динамически Они подключаются Или нет Эти модули Регистрируют Свои функции Как обработчики На определенный этап Данного цикла Когда ядро Веб-сервера Доходит До данного этапа Оно вызывает Все три обработчика Передавая им Специальный объект Ну то есть В процессе В процессе этого цикла У нас в веб-сервере Как правило Существует Объект запроса Некоторый реквест Он из себя Представляет Просто разобную Структуру в памяти В которой содержится Вся информация Про текущий запрос Обладая Обладая Запросом Модули могут Выполнить Необходимую работу То есть Сходить Проверить авторизацию После чего Они отдают Команду Ядру Что либо можно Продолжать обработку Дальше Передавать Либо Что Ее следует Закончить То есть Прервать обработку Потому что Данный модуль Не отработал Таким образом У нас Код разделяется Между ядром И модулями Которые делают Дополнительный Некоторый Дополнительный Функционал Модули могут быть Как простыми Которые работают На каком-то Одном этапе Так и более Сложными Например Есть модуль Мод Луа Так называемый В Ингинксе Мод Луа Этот модуль Позволяет Расширять Функционал Ингинкс С помощью Скриптов На языке Луа Этот модуль Может помещать Свои обработчики В любом Либо Либо во всех Этапах Данного цикла Это не меняет Сути Смысл в том Что ядро Читает запрос Создает структуру Реквест И далее идет По циклу Вызывая Функции Из различных Модулей Которые Зарегистрировались На данный этап Цикла Модули Могут добавлять Некоторые Дополнительные Опции Директивы В конфиг Если модуль Загружен То эта директива Будет расценена Как валидная Если не загружен Веб-сервер Не поймет Директиву И не сможет Запуститься Примеры Модулей Про которые Можно говорить Например Мод Майм Этот модуль Занимается Определением Майм Типа То есть Контент Тайп Документа Исходя Из его Расширения То есть Суффикса Файла Мод Майм Мэджик Делает То же самое Но исходя Из первых Байт Документа То есть Пытается По сигнатуре Документа Определить Его тип Мод Автоиндекс При запросе Если веб-сервер Понимает Что запрос Идет не к файлу А к какой-то Директории Мод Автоиндекс Может сгенерировать HTML-страничку Содержащую Список Файлов Сейчас Это редко Используется Раньше Было довольно Актуально Мод Реврайт Это особый Модуль Он позволяет В процессе В процессе Запроса Изменить Текущий Урл Это существенно Влияет на Обработку запроса Может немножко Убиваться Из той схемы Мод CGI Про этот модуль Мы поговорим Еще В NGINX Его нету По-моему Нет В Apache Он был очень актуален В свое время Популярен Суть Суть этого модуля Заключается В том Что вместо Отдачи Какого-то Конкретного Файла Он работает На этапе Чтения Отдачи Файла Вместо Отдачи Просто Файла Этот файл Запускается И генерирует Динамическую Страничку То есть Мод CGI Работает Как способ Запуска Динамических Страниц Мод Perl Мод Перл Это Вот как Был пример С мод Луа Это с языком Перл Предоставляет Возможность Писать скрипты К Apache На языке Перл Причем Внедряться В любой Этап Обработки Запроса Мод Gzip Делает Более Простую Работу Он Сжимает Сжимает Документ То есть Добавляет Gzip Сжатие Итак Что здесь важно Понимать То что У веб-сервера Есть ядро Есть Собственно Модули Которые Добавляют К нему Некоторый Полезный Функционал Как правило Когда вы Ставите Веб-сервер Он идет Уже С комплектом Большим Комплектом Готовых Модулей Но Помимо Этого У веб-серверов Описано Внутреннее API Который Позволяет Вам самостоятельно Писать Модуль И расширять Функционал Веб-сервера Таким образом Теперь Давайте Перейдем К рассмотрению Синтексиса И возможности Конфига Веб-сервера Что касается Конфига То У всех Веб-серверов Они Естественно Различаются Различаются Сильно Мы Для примера Выбрали Веб-сервер Как Довольно Популярный Сервер Рунете И На примере Конфига Nginx Я попробую Объяснить Общие Принципы Работы Конфигов Для Веб-серверов Важно Прояснить Сразу Два Понятия Которые Используются Очень плотно Очень часто Это Virtual Host И Location Virtual Host Это Секция Конфига Которая Отвечает За Обработку Определенного Домена Зачастую Веб-сервер Один и тот же Веб-сервер Обрабатывает Разные Домены Даже Если Мы Говорим Про Какое-то Одно Большое Приложение Как Правило Есть Основной Основной Домен Приложения Есть Специальный Домен Зачастую Для Мобильного Устройства Есть Специальный Домен Для Отдачи Статических Файлов И Другие Варианты Также Возможны Кроме Того Некоторое Время Назад Был Довольно Распространен Так Называемый Shared Хостинг Когда На Одном Веб-сервере Провайдер Размещалось Просто Множество Клиентских Сайтов Они Обслуживались Одним Тем Ж Веб-сервером Но Находились Поэтому Потребовалось Вести Такую Вещь Как Виртул Хост Виртул Хост Это Просто Фрагмент Конфига Веб-сервера Отвечающий За Один Конкретный Домен Location Это Секция Конфига Которая Отвечает За Обработку Набора Урлов Смотрите Веб-сайт Он Может Состоять Из Большого Количества Разных Урлов То есть Там Могут Тысяча Урлов Тысяча Документов Понятно Что Не имеет Смысла Каждый Урл Прописывать Как-то В отдельности На На Практике Существует Несколько Разновидностей Документов Которые Какой-то Конкретный Веб-сайт Отдает Вот Такие Разновидности Группируют По Урлам И Вот Эту Группу Урлов Называют Location Чтобы Прояснить Термины Давайте Посмотрим Пример Конфиг Nginx Данный Конфиг Сильно Упрощен Возможно Веб-сервер С ним Даже Не запустится Но Здесь Указаны Основные Наиболее Важные Директивы Давайте Смотреть Начиная Сверху User User www www Здесь Указано Имя Пользователя И группы Под которым Будут Запущены Worker Процессы То есть Фактически Веб-сервер Будет Работать От лица Данного Пользователя Далее Указан Error Log Error Log Собственно Граф Файл В который Веб-сервер Будет Помещать Сообщение Об ошибках И указан Уровень Ошибок То есть Помещать Все сообщения Информационного Или более Важных Уровней Далее Идет Так называемая Секция То есть Мы видим Слово HTTP И Фигурные Скобочки В NGINX Используется Такой C-подобный Синтаксис В конфиге Что означает Секция HTTP Она означает Что начинается Конфиг Именно Веб-сервера Тут следует Прояснить NGINX В общем-то Позиционируется Как универсальный Прокси-сервер Он может быть Веб-сервером Прокси-сервером Для почтовых Серверов То есть Для IMAP И ПОП-серверов И может быть Прокси-сервером Для TCP Произвольных TCP-серверов То есть Каких-то Кастомных Протоколов Здесь Отмечено Что HTTP Относится К его Роли Как HTTP Сервера Дальше Мы видим Директиву Include Директиву Include Включает Файл То есть В это место Подставляется Содержимое Файла Указанного Conf Mime Types В этом Файле В этом файле В этом файле Содержится Описание Расширений И Mime Типов Которые Будут Соответствовать Но это Для правильного Простановки Контент Тайпа Указывается Тип По умолчанию То есть Если не удалось Определить Никакой другой Указывается Некоторый Default Тайп Мим Тип Документа Отдаваемого Log Формат Указывает Формат Access Log Мы говорили Что в Error Log Данные Пишутся В произвольном Виде А в Access Log В определенном Формате Вот здесь Указывается Что нужно Записывать IP Адрес Запрос Ну В смысле URL Запроса И статус Ответа Удачно Или неудачно Произошел Ответ Все эти Директивы Они Уровня Всего NGINSTO То есть Все перечисленные Директивы Они применяются Ко всему Серверу NGINX В целом Далее Мы видим Что начинается Секция Сервер А вот эта Секция Это и есть Virtual Host То есть Все что Находится Внутри Этой секции Вот отсюда Вот досюда Это Virtual Host Какие Директивы Есть Внутри Virtual Host Важные Директивы Это Server Name Server Name Собственно говоря Указывает Каким доменам Данный Virtual Host Соответствует OneExample.com И www.oneexample.com Ну в общем Да То есть Один Virtual Host Может обслуживать Более одного Домена Я был Немножко Неточен Раньше Данный Virtual Host Обслуживает Например Два Домена Директива Listen Указывает На каком IP-адресе И порту Слушает Слушает Данный Virtual Host Здесь Немножко Нетипичное Применение Здесь указано Тоже доменное Имя Чаще всего Здесь указывается Конкретный IP-адрес И порт InGings Как правило Слушает на 80-м Порту Поэтому он Здесь не указан Указывается Access Log Access Log Позволяет Вам записывать Информацию В отдельный Файл То есть Смотрите Одна и та же Директива Access Log Она может быть указана Как на уровне Virtual Host Так она может быть Указана Где-нибудь повыше Например Вот здесь Чем Чем ниже Находится Директива То есть Чем больше Уровень Ее вложности Тем важнее У нее Приоритет То есть Директива Access Log Которая находится Внутри Virtual Host Она перекрыла бы Директиву Access Log Которая находится Наверху Вот здесь Окей Access Log Понятно И дальше Идут Так называемые Location Location Представляет собой Группу урлов Начнем со второго Location Мы видим Слово Location Далее Специальный Символ Тильда Звездочка И далее Регулярное Выражение Этот Location Включает в себя Группу урлов Которые Совпадают С данной Регуляркой То есть Любой урл Который Подходит Под данное Регулярное Выражение Он принадлежит Данному Location Второй Location Задан По другому Видите Здесь нет Этого символа Здесь просто Указан Некоторый Префикс В данном Случа Префикс Просто Слэш Соответственно С этим Location Совпадает Вообще Любой урл Ну грубо говоря Любой урл Который Начинается Со слэша Фактически Это любой урл Таким образом В данном конфиге Мы разделили Урлы На две группы Все урлы У которых Есть Расширение JPEG 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 Либо GIF И все остальные То есть Картинки И все остальное Возникает вопрос Допустим У нас есть Допустим У нас есть Следующий урл Слэш Один Гиф К какому Локейшену Этот урл Относится Формально Он совпадает С обоими Локейшенами С этим Он совпадает По регулярному Выражению С этим Локейшеном Он совпадает Потому что Начинается Со слэша Чтобы Чтобы ответить На этот вопрос Мы Должны Рассмотреть Какие Вообще Бывают Способы Записи Локейшенов В Конфиген Гинкс Приоритеты Способы Записи Локейшенов Конфиген Гинкс Вариант Номер Один Символ Равно Это Точное Совпадение То есть Когда Урл В точности Совпадает С указанной Фразой Этот Локейшен Задействован То есть Локейшен Сдается По точному Совпадению Это Вариант Номер Один Вариант Номер Четыре Давайте Давайте Рассматривать В таком Порядке Вариант Номер Четыре Никакого Специального Символа Не указано Написан Какой-то Префикс Это Совпадение По Префиксу Если Урл Начинается С указанного Слова То он Совпадает С данным Локейшеном Вариант Номер Три Совпадение Совпадение По регулярному Выражению Синтаксис Такой Тильда Решетка Если Урл Совпадает С регулярным Выражением Ну соответственно Он подходит Под данные Локейшен И Вариант Номер Два Оставим Чуть Попозже В каком Вот На данном Слайде Локейшена Расположены В порядке Приоритета То есть Верхний Самый Приоритетный Он проверяется В первую очередь Если Совпадение Найдено То Другие Локейшены Даже Не проверяются Совпадение По регулярному Выражению Приоритетнее Чем Совпадение По Префиксу Поэтому На нашем Прошлом Слайде Когда мы Говорили Про Один Гиф Который Совпадает С тем С другим Обрабатываться Он будет Локейшеном Номер Два Потому что Совпадение По регулярному Выражению Приоритетнее Таково Правило В некоторых Случах Нужно Задать Совпадение По Префиксу Но Так Чтобы Оно Было Более Приоритетным Чем Регулярное Выражение Для этих Случаев Используется Синтаксис Два Крышка Тильда Это Тоже Сопоставление По Префиксу Но Оно Будет Приоритетнее Чем Регулярное Выражение Давайте Поясним Например Такой URL Он будет Обрабатываться Первым Локейшеном Потому что Есть точное Совпадение А первый Локейшен Самый Приоритетный Хотя Этот URL Совпадает И С третьим И с четвертым Но Обрабатываться Будет Именно Первым Другой Пример МГ 2 JPEG Данный URL Совпадает С третьим И с четвертым Обрабатываться Будет Третьим Потому что Третье Совпадение По Регулярному Выражению Более Приоритетно Так Допустим Расширение Не JPEG А GIF Данный URL Совпадает Только с четвертым Локейшеном Будет Обрабатываться Им И Наконец Такой URL PIG 1 JPG Этот Совпадает Со вторым И с третьим Но Обрабатываться Будет Вторым Потому что Сопоставление По префиксу Вот такого Вида Оно Приоритетнее Чем Регулярное Выражение Ну В общем То Правила Довольно Простые Еще раз Повторим 1 Это Точное Совпадение 2 Это Совпадение По префиксу Приоритетное 3 Это Совпадение По регулярному Выражению 4 Это Совпадение По префиксу Неприоритетное Если У вас есть Два Локейшена Которые Совпадают С данным Конфигом Такое Часто Бывает С регулярками То Применяется Тот Локейшен Который Находится Выше По По Коду Что Значит Применяется Давайте Еще раз Вернемся К конфигу Здесь Важно Подчеркнуть Следующую Особенность Конфиг Это Не программа То есть Программа Выполняется Сверху Вниз Конфиг Нет Конфиг Это Набор Опций Смотрите Он Фактически Опции Состоят Из Ключей Значений Вот Например Опция Рут Вот Ее Значение Когда Приходит Вебсервер Урл Сначала Выбирается Некоторый Виртул Хост Потом Внутри Виртул Хоста Выбирается Некоторый Локейшен Когда Локейшен Выбран Мы можем Построить Конкретный Набор Опций Который Будет Применен К данному Урлу То есть Будет Применена Вот эта Опция Из Локейшена Вот Эти Опция Из Виртул Хоста Но Если быть Точнее То Лисен И сервер Нейм Они Не Относятся К Обработке Файлов Поэтому Мы Не Будем Отмечать А А А А А Вот Эта Опция Будет Применена Из Уровня Сервера И Вот Эта Будет Применена Так же Будет Применена Вот Эта Опция С Верхнего Уровня Таким Образом Когда Мы Определили Виртул Хост Ну Когда Веб-сервер Определил Необходимый Виртул Хост И Необходимый Локейшен У него Получается Плоский Список Опций Которые Влияют На Обработку Конкретного Запроса Когда Этот список Опций Сформирован Веб-сервер Начинает Проход По Своему Циклу Соответственно Вот Эти опции Они Будут Создавать Поведение Различных Модулей Давайте Теперь Еще раз Кратко Говорим Про Важные Директивы Которые Встречаются В конфиге Директивы HTTP Сервер Это Просто Контейнеры HTTP Для Конфига Всего Сервера Для Конфига Всего HTTP Сервера Сервер Это Виртул Хост Вингинг То есть Контейнер Для Одного Домена Сервер Name Задает Имя Домена С помощью Location Происходит Группировка Урлов То есть Выделяются Те группы Урлов Которые Сервер Будет Обрабатывать Директивы Директивы Рут И Алиас Они Крайне Важны Они Указывают Откуда Нужно Брать Файлы И К ним Мы Вернемся Чуть Позже Ну Соответственно Error Log Аксес Log Указывают Два Лога В Error Лог Пишутся Ошибки В Аксес Лог Пишется Отчет Про Обработку Конкретного Запроса Рассмотрим Каким Обратом Нужно Сконфигурировать Сервер Для Отдачи Статических Файлов Отдача Статики Это Одна Из Базовых Функций HTTP Сервера Поэтому С Нее Начнем Итак С Помощь Директивы Location Мы Можем Выделить Некоторый Набор Урлов Например Мы можем Выделить Все Картинки И сказать Что Все Картинки На нашем Сайте Мы Отдаем Из Определенной Директории Как Это Сделать Во-первых Сдается Location Регулярное Выражение Которое Соответствует Всем Документам С Расширением Картинок И Внутри Location Сдается Специальная Директива Root Директива Root Говорит Что Урлы Которые Соответствуют Данному Location Нужно Искать Вот В этой Папке Что происходит Когда Урлы Барабатывается Данным Location Путь Путь Который Находится В Урле Склеивается С Директорией Которая Указана В Document Root И Получается Полный Путь К Файлу Допустим Если У нас Был Вот Такого Вида Урл 2015 10 Название Картинки Да Ну Здесь Предполагается Что PNG Тоже Было Небольшой Нюанс Если У нас Был Такой Урл Этот Урл Совпал С Первым Location Приклеился К Document Root Получился Полный Путь К Файлу То есть Веб Сервер Будет Отдавать Данный Файл Вариант Второй Когда У нас Урл Вот Такого Вида Сайт Map Index XML Этот Урл Совпадает С Вторым Location Этот Урл Совпадает С Вторым Location Мы Видим Что Здесь Используется Директива Не Root А Директива Alias Директива Alias Работает Следующим Образом Та Часть Урла Которая Совпала В данном Случае Это Сайт Map Заменяется На то Что Написано В Директиве Alias Заметьте Что Такой Подход Работает Только С Location Которые Совпадают По Префиксу Если Location Использует Регулярку Алиас В нем Работать Не Будет Мы Видим Что Слово Сайт Map Из Урла Было Удалено Осталось Только Index XML А Начало Пути Было Взято Значение Директории Алиас Собственно Что Использовать Рут Или Алиас Это Зависит От Структуры Директории Можно Использовать То И Другое Смотря Что Удобнее Чаще Всего В Типичных Конфигурациях В Веб Сервере Есть Одна Директория В Которой Лежит Вся Статика То Все Статические Документы Такой Директорию Называют Документ Рут То Корень Всех Документов Отсюда И название Директивы То Рут NGINX Позволяет Задавать Вам Произвольное Количество Директорий Поэтому Смысл Именно Корня Как Документ Рут Он Уже Не столь Значительный С помощью Директив Рут Алиас Вы можете Указать Директории Из которых Нужно Отдавать Файлы Теперь Когда Веб-сервер Определил Какой Файл Нужно Отдать Происходит Проверка Прав Доступа Помимо Того Что Отрабатывают Модули Которые Проверяют Авторизацию Происходит Проверка Прав Доступа На файловой Системе Это Важный Момент Поскольку Большинство Начинающих Программистов Сталкивается Веб-программистов Сталкивается С проблемой Того Что Веб-сервер Не отдает Файлы Которые Казалось бы Есть на диске Проблема Может быть В том Что У Веб-сервер Нет прав В таком случае Он дает Код Веб-сервер 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 Для того Чтобы Это Проверить Нужно Вкратце Поговорить Про Права Доступа К файлам В Unix Итак Начнем С атрибутов Файлов И процессов У каждого Запущенного Процесса Есть Эффективный Пользователь И эффективная Группа На самом деле У процессов Много разных Атрибутов Связанных С пользователем И группой Но мы считаем Что есть Два Это Конечным образом Рассчитанный Пользователь И некоторая Группа С правами Которых Данный процесс Выполняется У файла На диске У файла Либо у директории Также есть Пользователь Это владелец Файла И группа И помимо этого Есть права Доступа Права доступа Для файла Они задаются В виде трех флагов Retrite Execute Чтение Запись Файл И исполнение Файла Причем эти права Доступа Они задаются Как Для Они задаются Для пользователя Для группы И для остальных Каким образом Можно посмотреть Как узнать Атрибуты Атрибуты Пользователей Группу Процесса Какого-то Запущенного Проще всего Узнать С помощью Команды PS Здесь написано Довольно много Всяких разных Опций Это в основном Для того Чтобы уместить Выдачу В экран Вы можете Запустить Команду PS Вывести Все Процессы Здесь мы видим Мы показываем Все процессы С именем Engings Мы видим Что у нас есть Мастер процесс Про который мы говорили Мастер процесс Работает С привилегиями Суперпользователя И есть Четыре Воркер Процесса Вот Написано Что это Воркер Процесса Воркер Процесса Работают С привилегиями Обычного Пользователя WebData Таким образом Мы можем Узнать Под кем То есть Под каким Пользователем И группой Работает Вебсервер Для того Чтобы посмотреть Атрибуты Файла Можно Использовать Команду LS С вот такими Флагами Которые Позволяют Посмотреть Больше Здесь Мы видим В первой Колонке Права Доступа Имя Пользователя И группа Файла Причем Права Доступа Они Разделены На три Группы Вот Это Важно Это Соответственно Для Левая Тройка Это Для Права Доступа Для Обладателя Файла Это Для Группы Обладателя Файла Это Для Всех Остальных Как Происходит Проверка Доступа Когда Вебсервер Пытается Открыть Файл То есть Сделает Системный Вызыв Open Операционная Система Проверяет Есть ли У процесса Доступ Права На чтение Данного Файла Для Того Чтобы Процесс Мог Открыть Файл У него Должны Быть Права На чтение Файла И На исполнение Директорий В которых Он Лежит То есть Родительская Директория Файла Родительская Родительская И так далее До корня Файловой Системы Права На исполнение Директорий Нужно Для того Чтобы Посмотреть Чтобы Получить Доступ К файлам Находящимся Внутри Директория Права На чтение Директории При этом Не В нем Нет необходимости И так У нас есть Веб-сервер Который Работает С какими-то От какого-то Пользователя Группы И у нас Есть Файл У которого Тоже Есть Пользователи Группы Проверка Проходит Следующим Образом Если Совпадает Пользователь То есть Пользователь Под которым Работает Веб-сервер И Пользователь Файла То Происходит Проверка По первой Группе То есть По первой Тройке Допустим Совпали Пользователи Мы видим Что в данном Случае У этого Процесса Есть Права На чтение И запись Файл Если Совпала Группа Процесса И группа Файла Проверяется По Второй Тройке То есть Для Процесса У которого Совпадает Группа Есть право На чтение Файла В противном Случае Проверяется Третья Тройка То есть В принципе Кто угодно Имеет права На чтение Данного Файла В примере Немножко Назад Вернемся Посмотрим Конкретный Пример У нас Есть Nginx Который Работает От пользователя VVData У нас Есть файл Который Принадлежит Пользователю NAV Группе Users Мы видим Что Nginx Не совпадает Ни по имени Пользователя Ни по группе Соответственно Проверка Будет проходить По Третьей Тройке Права На чтение Этого файла Есть И Значит Nginx Его сможет Отдать При условии Что Все директории В которых Он лежит Также Доступна Для Исполнения Nginx Таким образом Происходит Проверка Поступа Если Вебсервер При попытке Открыть файл Эту проверку Не проходит Он вернет Код ошибки 403 И скорее всего Сделает запись В error log О том Что ему не удалось Открыть Данный файл Теперь давайте Обратимся К принципиально важному Для вебсерверов Моменту Момент Внутренней архитектуры Такой Каким образом Происходит Обработка Сетевых соединений Этот вопрос Он определяет Возможности Вебсервера Поэтому Важно Знать Какие есть Подходы К обработке Сетевых соединений И Какие сервера Какие из этих Подходов Используют Начнем С рассмотрения Простейшего TCP сервера Что делает Этот сервер Ну Начало Нам понятно И неинтересно Здесь мы открываем Слушаем порт Далее мы входим В бесконечный цикл Устанавливаем Сетевое соединение С клиентом Далее Читаем Из этого Сетевого соединения До 512 байт Читаем При этом Мы Надеемся Что все данные К нам сразу попадут Декод Преобразуем В кодировку Т8 Это не так критично Удаляем Если есть В конце Перевод строки И Мы считаем Что к нам Пришел Урл Это такой Простейший Аналог Протокола HTTP Возможно Какая-то его Тестовая версия То есть Клиент нам Присылает Урл А мы пытаемся Отдать ему Файл Соответственно Используем Какую-то Константу Документ Рус Так называемый Приклеиваем К нему Урл И пытаемся Открыть файл Когда файл Открыт Мы читаем Из него Данные Кодируем В Т8 И отправляем Обратно Клиенту После чего Файл Закрывается Соединение Закрывается И мы Переходим К обслуживанию Следующих Клиентов Итак Это простейший Такой Сервер Раздающий Файлы В чем Может быть Проблема Здесь С точки зрения Производительности Если не говорить Про то что Это язык Python А не C И тому подобное С точки зрения Производительности Проблема Здесь В следующем В тот момент Когда Сервер Находится Внутри цикла Он обрабатывает Ровно одного Клиента То есть Он получил Соединение Начал С этим Соединением Работать И до тех пор Пока он не выйдет Из этого цикла Остальные клиенты Будут его ожидать В принципе Это не так страшно Если Сервер Проводит Внутри цикла Мало времени Например Выполняет Какие-то вычисления Ни на что Не отвлекаясь Так скажем В таком случае Понятно Что это время Оно должно быть Сервером потрачено От этого никуда Не уйти И это терпимо Но Здесь ситуация Хуже По двум причинам За счет Вызовов Рекф Рид Сендол Вызовы Рекф И Сендол Они работают Сетью То есть Рекф Это чтение Сокета Чтение Сети Сендол Отправка Данных Вызов Рид Работает С диском Все эти Вызовы Могут Занять Большое Большое Количество Времени То есть Они могут Быть Очень долгими В этот В этот момент Наш сервер Не будет Делать Вообще Ничего Он Не сможет Не делать Полезную Какую-то Работу Не обслуживать Других Клиентов Это Называется Блокирующий Ввод Вывод Давайте Рассмотрим Что происходит При блокирующем Вводе Выводе Подробнее На данной Диаграмме Здесь У нас Показано Приложение То есть Процесс Веб-сервера Слева Это процесс Веб-сервера Справа Это Образно Показано Ядро Операционной Системы В какой-то Момент В код Программы Вот здесь Ну Вот здесь Приходит Новое Соединение Часть Времени Выполняется Код Программы Ну Интерпретатор Питона Выполняет Какие-то Инструкции Создает Там Переменные Подсокеты Тому Подобное Потом Происходит Вызов РЭКФ То есть Чтение Сокета При системном Вызове РЭКФ Управление Рано или Поздно После того Как отработали Все библиотеки Обертки Передается В операционную Систему Операционная Система Также Выполняет Часть Своей Работы Отрабатывает Протокол TCP В частности И Если Данных В сокете Еще нет То есть Мы хотим Что-то Прочитать А в сокете Данных Еще нет Процесс Переходится Приходит В режим Ожидания То есть Он заблокирован На операции Ввода Вывода Операционная Система Такой процесс То есть Такой Вебсервер Она его Усыпляет Он Не использует Процессор Он ничего Не делает Он ждет Пока завершится Операция Ввода Через некоторое Время Данные Появляются В сокете Опять Выполняется Код Операционной Системы Вероятно Этот TCP Stack Отрабатывает Данные Появились Процесс Пробуждается И происходит Возврат Происходит Возврат Из системного Вызова Далее Опять Отрабатывает Код Приложения И происходит Возврат Из функции RECV Ну имеется ввиду Из питоновской Функции В чем здесь проблема Здесь проблема В том что Вот в этом промежутке Ни процесс Ни операционная Система По факту Ничего полезного Не делает Ну ядро Операционной Системы Оно может Заниматься Другими процессами А вот конкретно Этот процесс Наш вебсервер Он просто спит Он ничего не делает Для пользователя Проходит Вот такой Квант времени Ну такой Интервал времени И большую часть Из него Приложения Просто заблокированы И бездействуют Какие варианты Борьбы С этим Есть Вариантов Несколько Ну Сейчас мы Рассмотрим Классические подходы Это мультитрейдинг И мультипроцессинг Мультитрейдинг Это создание Нескольких тредов Внутри одного процесса Создаются Несколько тредов Каждый новый клиент Обрабатывается В отдельном треде Когда Один тред Засыпает То есть Блокируется На операции Ввода-вывода Остальные Продолжают Работать Мультипроцессинг Это похожая схема Только вместо тредов Используются процессы Отдельные процессы Операционной системы Мультипроцессинг Также часто называют Prefork Режимом Либо Режимом Воркеров То есть Вы видели Ну С Ингинсом Не очень хороший пример Но Когда веб-сервер запускается У него есть мастер-процесс И есть воркеры Воркеры Это как раз Процессы Которые Обрабатывают Сетевые соединения Каждый воркер Обрабатывает В какой-то один момент Время Ровно одно соединение Возможно Также комбинированный Подход При котором Запускается Параллельно Несколько Процессов Внутри Каждого процесса Запускается Несколько тредов Но в этом Не очень много смысла В чем Плюсы и минусы Таких подходов Ну Вообще Плюс В том что Это все-таки Решает проблему Производительности У нас клиенты Уже обслуживаются Параллельно Соответственно В единицу времени Мы можем Обслужить Больше Пришедших запросов До некоторой степени Это решает Проблемы Давайте Сначала Разберем Режим Прифорк То есть Когда запускается Несколько Несколько Процессов Которые Обрабатывают Клиентов Один Один клиент Одно сетевое соединение Один процесс Плюс В том Что Разработка Очень проста Фактически Разработка При Прифорк режиме Она мало отличается От разработки Вообще В однопоточном Однопоцессовном режиме Если говорить Про код То В исходном В исходном коде Это можно Примерно записать Вот так После того Как соединение Получено Делается вызов Форк Вот в этом месте И у вас Появляется Новый процесс Оставшийся процесс То есть Чайлд Занимается Обработкой Вот этого кода Оставшийся процесс Обрабатывает Другие Соединения Делать Форк В цикле Это очень накладно Поэтому Зачастую Прифорк Делают Почему он называется Прифорк Его делают До цикла Вот в этом месте То есть После того Как открыт сервер Делается Форк Обычно Он делается Несколько раз Появляется Множество Челдов И каждый Из челдов Работает Вот в этом цикле Это решает Проблему Плюс Простота Разработки То есть Добавили Размножение Процессов Получили Параллельную Обработку Плюс Можно использовать Любые библиотеки Ну фактически Все библиотеки Программированные Которые вы вообще Можете использовать В вашей программе Они будут Хорошо работать С прифорком Основной минус Это потребление Памяти Поскольку На каждого Пришедшего клиента На каждое Сетевое соединение У нас порождается Целый процесс В операционной системе А он может Свободно занимать 10, 20, 100 мегабайт В зависимости От того Что находится Внутри Вашего Веб-сервера У вас Будет проблема С потреблением Памяти При большом Количестве Конкурирующих Клиентов Если Веб-сервер Отрабатывает Быстро То есть Запросы Время на отработку Одного запроса Очень небольшое Это в принципе Не так страшно Потому что У вас Воркеры Будут Успользоваться Повторно Но если Соединение Долгоживущие То есть Например Один клиент Загружает Файл В течение Десяти минут То Этот Клиент Потребляет Ровно Одного Воркера Тысячу Таких Клиентов Запустят Тысячу Воркеров Что Скорее всего Сломает Конкретный Сервер Он Перестанет Нормально Функционировать Мультитрейдинг По сравнению С Прифорком По сравнению С Прифорком Мультитрейдинг Чуть более Экономичен По памяти Потому что Вместо Отдельных Процессов У нас Порождаются Потоки Потоки Считаются Более Легковесной Структурой Но Это Также Зависит От Операционной Системы В Линуксе Процессы И потоки Они Довольно Близки Парализации Друг Друг Основное Отличие Мультипоточной Системы В том Что У процессов У потоков Общая Память У них Разделена Память У процессов Память Разделена У потоков Память Общая Это Требует Крайне Аккуратной Работы С Общей Память То есть Все Проблемы С Мьютексами Блокировками Они Возникают В полной Мере И Как следствие Использование Мультитрейдинг То есть Многопоточная Система Накладывает Ограничения На использование Библиотек То Тут Все просто Нужно Использовать Те библиотеки Которые Хорошо Работают В многопоточном Режиме Ну Это Можно сказать Не про все Библиотеки Некоторые Библиотеки С многопоточным Режимом Не работают Ну Так Или иначе Мультитрейдинг И мультипроцессинг Решает задачу Параллельной Обработки Клиентов Но К сожалению Вводит Некоторые Ограничения По количеству Параллельно Параллельно Удерживаемых Соединений Параллельно Обрабатываемых Клиентов В первую очередь Это ограничения По памяти Какие есть Альтернативы Решению С многопоточным И Многопроцессорным Многопроцессным Сервером Альтернативой Является Неблокирующий Ввод Вывод Как выглядит Неблокирующий Ввод Вывод На диаграмме Выглядит он Следующим образом В общем и целом Схема Такая же То есть Приходит Некоторый Запрос К серверу Сервер Принимает Этот запрос И делает Вызов Например Чтение Сокета Пытается Прочитать Данные Ядро Операционной Системы Выполняет Свою Работу И Понимает Что Данных Нет Процесс Надо бы Усыплять Но Конкретно Данный Сокет Был Создан Со Специальной Опцией Неблокирующего Ввода Вывода Поэтому Ядро Операционной Системы Вместо Того Чтобы Усыпить Процесс Оно Возвращает Управление То есть Происходит Возврат Из функции RECF Вот Вот этот Возврат Имеется Ввиду Со Специальным Кодом E-Agen Либо E-WoodBlock Этот Код Говорит Буквально Следующее Вы Вызвали Сделали Вызов Функции RECF Системного Вызова Но Этот Вызов Он Сейчас По идее Должен Был бы Вас Заблокировать Дальше Делайте Что Хотите В этот Момент Когда Произошел Вызов Из Системного Вызова RECF Приложение Может заняться Обработкой Других Клиентов То есть Операцию Чтения Оно Инициировало Сразу Получило Возврат Управления В этот Момент Приложение Может заняться Обработкой Других Клиентов Вот Пожалуйста Принять Новый Сокет И начать С ним Ту же Самую Историю Попытаться Прочитать Из него Данные Со вторым Сокетом Та же История То есть Операционная Система Также Вернет EWood Блок То есть Данная Операция Сейчас Вас Заблокирует Приложение Продолжит Работу С третьим Клиентом Либо Возможно Решит Что Следует Заново Проверить Первого Вот Это Тонкий Момент В какой-то В какой-то Момент Времени Приложение Сервер Оно Решает Повторно Сделать Вызов Рекв Для первого Сетевого Соединения Вот Для того Которое Вот здесь Было Получено Вот здесь Мы делаем Вызов Опять-таки Для этого Сетевого Соединения К этому Моменту Времени Данные Уже Пришли Из сети Вот Они Данные Есть В сокете Поэтому Операционная Система Сразу Их Вернет Здесь Возвращается Не код Ошибки А готовые Данные С ними Можно Работать В чем Плюс Такого Подхода Мы видим Что в этот Момент Времени Что при Неблокирующем Вводе Приложение Не засыпает То есть Оно Не блокируется Оно Может Продолжать Вот здесь Обрабатывать Других Клиентов Таким Образом Мы достигаем Параллельной Работы С разными Клиентами Давайте Попробуем Посмотреть Как это Выглядит На практике Вот такой Прием Когда У нас Есть Один Поток Один Процесс То есть Всего Один Поток Выполнения Программы Но Одновременно Идет Ввод Вывод С разными Файловыми Дескрипторами С разными Сокетами Называется Мультиплексирование Классический Подход Это Использование Для Мультиплексирования Системного Вызова Select При этом Код Выглядит Примерно Так У нас Есть Некоторые Списки Сокетов На которых Мы ожидаем Чтение И Например На которых Мы ожидаем Записи То есть У нас Есть Два Списка Ну В питоне Это Объект Типа Лист Вот у нас Есть список ReadSox WriteSox Сервер работает В бесконечном цикле В начале цикла Он вызывает Функцию Select Передает Ей ReadSox WriteSox Третий Аргумент Для Проверки Ошибок Третий Аргумент Нам Не нужен Вообще В результате Вызова Функции Select Мы получаем Три списка Readable Writeable И Exceptions Список Readable Это список Тех Сокетов В которых Уже есть данные То есть Это список Сокетов Из которых Можно читать И не быть Заблокированным Данные Есть в сокете Соответственно Из нем Можно читать Writeable Это список Тех сокетов Которые Можно писать То есть В них Достаточно Места В буфере Чтобы записать Данные Exceptions Список Сокетов С ошибкой Но Мы пока Не будем Рассматривать Отлично У нас Есть Допустим Список Readable Список Writeable Мы здесь Вообще Не рассматриваем Мы проходим По этому Списку И Для каждого Элемента Из списка Readable Делаем Операцию Чтения Если Данных Нет А так Скорее всего Будет Если Пришел TCP Сегмент С флагом Fin Что Либо С флагом Reset Что Соединение Закрыто Мы Закрываем Сокет И удаляем Его Из Списка На проверку То есть Из этого Списка Мы удаляем А иначе Мы Если Мы получили Данные Мы Их Обрабатываем В данном Случа Обработка Сводится Просто К выводу На экран После Чего Цикл Повторяется Где Вся Логика Сервера Кроется Вся Логика Сервера Кроется Вот Здесь В этой Строчке Здесь Она Очень Простая Это Просто Печать Но На самом деле Мы Получили Кусочек Данных Из Какого То Сетевого Соединения Мы Из Кусочка Данных Можем Восстановить Запрос Например Дальше Вызвать Функцию Обработки Запроса И так Далее То есть Вот В этом Месте Происходит Основная Логика Что Мы Видим На данном На данном Сниппете Мы Видим Что Существенно Изменилось Поведение Программы Если Раньше Программа Работала Так Скажем Сверху Вниз То Сейчас Программа Работает По Принципу Обработки Событий То Есть В какой-то Момент Времени У нас Появляется Список Событий Вот Readable Это Фактически Список Сокетов На которых Произошло Событие Появления Данных И мы Обрабатываем Каждый Из этих Событий Нюанс В том Что Данных Может быть Недостаточно Вот Здесь Может Прийти Не Запрос Целиком И нам Потребуется К этому Сокету Обратиться Повторно Но В будущем А вот Все вот это Конструкция Она называется Event-driven Разработка Разработка Основанная На событиях Для нее Характерно Следующее Это множество Открытых Файловых Дескрипторов То есть У вас В каждый Момент Времени Открыто Большое Количество Есть целый Список Дескрипторов С которыми Вы работаете Это вот ReadSox И WriteSox Вот Вот эти Вот списки Есть большое Количество Открытых Дескрипторов Для выбора Готового Дескриптора Используется Какой-то Метод Мультиплексирования Мы рассмотрели Select То есть Для того Чтобы выбрать Те сокеты Которые Готовы к работе Используется Специальный вызов Вот он И вместо Последовательного Исполнения Программы Мы получаем Программа Распадается На обработчике Событий Здесь это видно Не очень хорошо Но Событие заключается В том Что мы получили Какие-то данные Из сокета Это может быть Целый фрагмент То есть Целый запрос А может быть Половина запроса И нам нужно Обработать Именно Полученный Фрагмент Данных Вместо Вместо Вызова Select Могут Использоваться Другие Системные Вызовы У Select Есть Один Недостаток Он плохо Работает С длинными Списками Файловых Дескрипторов Фактически Он довольно Быстро Деградирует С ростом Количества Дескрипторов Открытых Поэтому Современные Веб-сервера Используют Другие Системные Вызовы Как Ю И Пол В зависимости От операционной Системы Которые Позволяют Нормально Обрабатывать Десятки Сотни Тысяч Файловых Дескрипторов Открытых Но Это не меняет О сути Итак Это Неблокирующий Вот вывод Event-driven Разработка Какие у нее есть Плюсы и минусы По сравнению С подходом С тредами И потоками Первый плюс Работает быстро Программа Не блокируется То есть Фактически Данный процесс Данный процесс Один Который работает Он выжимает Максимум Что может Выжать Из ядра Из одного Ядра Процессора То есть Он все Свободное Время Занимается Какой-то Полезной Работой Если Ему Вообще Есть Что Делать Второе Следствие Экономия Памяти Экономия Памяти Здесь Так Довольно Существенно Мы Для Нового Клиента Фактически Не заводим Ни Процесс Ни Потока Каждый Новый Клиент Соответствует Какой-то Структуре То есть Под Нового Клиента Выделяется Новая Структура Как правило Это Сокет И плюс Какие-то Связанные Данные Это Минимально Необходимый Объем Памяти Который Все равно Придется Выделить Очень Эффективно По Памяти Как Следствие Мы Можем Обрабатывать Большое Количество Клиентов Одновременно То есть В том Числе Медленных Либо Долгоживущих Соединений То есть Такой Подход EventDriven Позволяет Обрабатывать Параллельно Десятки Сотни Тысяч Соединений В то Время Как Prefork И Multitrading На Тысячах Уже Будут Вести Себя Очень Нестабильно Ну За все Приходится Платить У этого Подхода Есть Существенные Минусы Минус Номер Один Тяжело Программировать Программирование В EventDriven Стиле Оно Действительно Намного Сложнее Последовательного Программирования Для Prefork Режима Когда у вас Программа Распадается На Набор Функций Callback Которые Вызывают Одна Другую И которые Последовательно Продвигаются По Циклу Структура Программ Становится Сложной Второй Минус Использование Блокирующего Вызова Все портит Если вы Используете Какой-то Блокирующий Вызов У вас Есть всего Один Процесс Всего Один Поток Если он Заблокируется То Все ваши Клиенты Будут Ждать То есть Минус Блокирующего Ввода Вывода С новой Силой Он Аффектит Уже Не одного Клиента А всех Но Тем не Менее Такой Подход Очень Эффективен И практически Все современные Веб-сервера Эффективен По производительности Практически Все современные Веб-сервера Так или иначе Используют Этот подход Даже те Которые изначально На него Не ориентировались Давайте Посмотрим Кто Есть Кто Среди Веб-серверов То есть Мы рассмотрели Три Три Варианта Обработки Сетевых Соединений Посмотрели Плюсы Минусы Теперь посмотрим Какие сервера В каком режиме Работают Первый Веб-сервер Который Мы смотрим Это Apache Apache Это самый Старый сервер Поэтому Классическим Режимом Работы Для Apache Считается Pre-fork режим То есть Запуск Десятков И сотен Воркеров Процесс Воркеров Которые Работают В фоне Сейчас Apache Умеет Работать В режиме Не только Воркеров Но и Тредов И в Комбинированном Режиме В Apache Это называется Воркер Комбинированный Режим Но это Не меняет Суть Дела Apache Написан С использованием Языка C Это Компилируемый Язык Низкого Уровня Поэтому Apache Является Быстрым Сервером Это Его Принципиальная Особенность То есть Работа В pre-fork Режиме И Относительно Большая Скорость Следующий Пример Сервера Tomcat И Jetty Эти сервера Написаны На языке Java И Соответственно Они В первую очередь Используются Для запуска Java Программ Они Используют Thread Это Относительно Быстрые Сервера Которые Позволяют Запускать Вам Приложения На Java Но Для Отдачи Скажем Статических Файлов Такие сервера Используются Крайне Редко Потому что Они Делают Это Неэффективно Далее Сервера Starman И G-Unicorn На самом деле Этот список Намного Длиннее Таких Серверов Их Десятки Я Выбрал Два Это Starman Для языка Perl G-Unicorn Для языка Python Это Prefork Сервера Написанные На языке Высокого Уровня Соответственно Перле И на Python Поскольку Они Написаны На языке Высокого Уровня Они Априори Будут Работать Медленнее Вопрос Зачем Как бы Использовать Такие Сервера Когда у нас Есть Apache Который Работает Быстро Это Делается В основном Из-за Простоты Интеграции С языком Программирования Поскольку Допустим Starman Написан На Perle То Интеграция С Perl Происходит Очень Легко И просто В отличие От Apache Такие Веб Сервера Используются Для запуска Бизнес Логики То есть Как Application Сервера Конечно Они Не Отдают Файлы Под Чертой Находятся Сервера Асинхронные То есть С На Событиях Nkings И Lighttpd Это Асинхронные Сервера Написанные На Компилируемом Языке Соответственно Они Очень Быстрые Оптимизированы Под Нагрузку Помимо Этого Есть Сервера Написанные Асинхронные Но Написанные На Языке Высокого Уровня То есть Те Которые По Идеи Должны Быть Медленными В частности Это Node.js Торнадо Ну Относительно Медленными Медленнее Чем Допустим Медленнее Чем Допустим Nkings Плюс Этих Серверов Состоит В том Что С одной Стороны Они Поддерживают Большое Количество Соединений Поскольку Это Асинхронные Сервера Они Могут Поддерживать Десятки Тысяч Соединений С другой Стороны Они Легко Интегрируются С языком Удобным Динамическим Языком И они Позволяют Легко Их Расширять То есть С одной Стороны Большое Количество Соединений С другой Стороны Простота Расширения Как правило Такие Сервера Используются Для Организации Чата Либо Реалтайм Сообщений Либо Другого Функционала Которому Требуются Персистентные Соединения Расширения 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 Расширения